Всем добрый вечер! Наконец-то я готова поделиться радостной новостью для нас. Я сдала экзамен по немецкому языку, А1 курс. Очень этому рада. Не скажу, что это было очень легко, хотя многим кажется, что А1 это самый легкий курс. Да, конечно, это Start Deutsch, это азы, это база. Но для человека, например, для меня, который никогда не учил немецкий, ни в школе, ни в университете, это было, конечно, не так просто. Я сейчас вам все расскажу по порядку, как это происходило, сколько это стоило, сам экзамен сколько стоил, точнее регистрация на экзамен. Значит, где-то в начале наебря мы решили, что можно бы сдать А1, так как я уже здесь нахожусь. Поэтому мы записались в школу Капито, она находится в центре Мюнстера. Стоимость регистрации составила 70 евро. Так получилось, что ближайший экзамен был на 20 ноября, следующий уже аж на февраль или на конец января, я уже не помню. Поэтому мы решили рискнуть, записаться на 20 ноября все-таки и не решили успеть подготовиться за это время. У нас было 2-3 недели. Было очень сложно, я не ходила на интеграционные курсы, еще на что-то. Мы просто занимались дома. Я сама занималась, где-то мне помогал мой мужчина, который уже давно сдал этот экзамен. Поэтому тренировались очень много, тесты проходили по немецкому языку, на слух я воспринимала язык. Ну то есть каждый день, 2 недели, просто каждый день мы занимались немецким. Конечно, это было очень сложно, для меня непросто, потому что я уже, знаете, такой состоявшийся достаточно человек в карьере, в образовании, во всем. И начинать учить какой-то новый язык в 31 год было непросто. Но мы задались целью и у нас все получилось. Значит, я показываю, вот сегодня я уже собрала свой сертификат долгожданный А1. Здесь написано StartDeutsch, написаны мои все данные с подписями, с печатями. Я сдала, получается, на 53 балла из 60 возможных. 60 баллов это The Good, 53 это идет Good, и Befriedigant 42-47 баллов идет, это вот градация ценок. Минимально можно было набрать 36 баллов. Если ты набираешь меньше 36 за экзамен, то ты автоматически не сдал, считается. Значит, сначала я вам расскажу, из чего состоял, в принципе, сам экзамен. Экзамен состоял из четырех частей, длился он два с половиной часа, учитывая такой небольшой перерыв. Перерыв был где-то минут 15-20. Значит, первое задание называлось Führer. Нужно было... Сначала нам раздали тесты и включали диск, где нужно было прослушать какую-то ситуацию. Например, на немецком кто-то говорит, там, не знаю, вообще приведу пример, грубо говоря, на вокзале. Там, знаете, объявляют там остановку или объявляют, что поезд задерживается. И какие-то факты в этом объявлении есть, а в тесте ты уже отмечаешь те факты, которые были в этом объявлении. То есть ты должен понять, что человек сказал на немецком. Отмечу, что там еще, знаете, добавляется шум. То есть все как в реальности. Там поезд едет, еще что-то, люди разговаривают. Сначала надо это все услышать. Надо, соответственно, перевести в уме это на русский язык, на который язык ты понимаешь, понятно. Русский, украинский, болгарский я уже на любой переводила. Поэтому было намного проще. И потом отмечаешь правильный вариант уже в тесте. Значит, в Führer у нас было 15 вопросов. Можно было за каждые 15 пунктов, я не называю, 15 тестов. Можно было получить по одному баллу. Так, второе задание это было лезер, чтение по-нашему. Это тоже было в виде тестов, но там мы уже не слушали с диском какие-то высказывания. И там были все задания уже написаны в самом тесте. То есть сначала читаешь, например, определенный текст, и потом уже пишешь ответ снизу в тесте. Были, кстати, не только тесты, были еще такие тесты, которые где-то не выбираешь варианты, а пишешь шрифтик или фальш. То есть правильное это утверждение, которое ты вот только что прочитал или неправильное. И там есть такие выражения, которые подтверждают это или не подтверждают. Следующее задание было Шрайбен. В задании Шрайбена нужно было тоже прочитать определенный текст, где были пропущены... Потом было задание, где были пропущены определенные слова, и нужно было их туда из текстов писать. Это, кстати, для меня было одним из самых легких. Ничего в этом сложного не было. Самое сложное это было в задании Шрайбен написать письмо. То есть дается основа такие вопросы, 3-4 вопроса для письма. Именно письмо, которое вот отправляется по почте, по имейлу. Например, мне попало, что я ищу... Конечно, это все написано на немецком задании. Что я ищу жилье, например, в городе, где я могу найти это жилье, какое оно мне нужно, большое, маленькое. И все это нужно было обратиться, например, к своему другу, написать, попросить, что я ищу жилье. И чтобы он мне помог, подсказал. В письме очень важно, чтобы были соблюдены еще нормы вежливости, потому что должно быть обращение. Там либо Фройдин, там внизу должно быть обязательно с наилучшими пожеланиями Милана и так далее. Это очень важно, потому что баллы считались прямо по каждому предложению, все это учитывалось. В четвертом задании это было Шпрехен. Это задание у нас происходило после перерыва уже, после трех первых заданий. С нами в аудитории было два преподавателя. Нас заходило по три человека. Из-за того, что сейчас коронавирус, впускали не всех сразу. Всего нас было человек, наверное, десять на экзамене. Впускали по три человека и общались с нами. Первое, конечно, задание это было Фоштейлинг. То есть нужно было представиться на немецком языке, рассказать кто-то, откуда приехал, когда ты родился, кто ты по профессии. Рассказать о своих хобби, например. Уже следующей частью Шпрехена было такое себе общение между теми, кто сдает экзамен. Нужно было, например, что-то попросить или если попадались какие-то карточки, касающиеся времяпрепровождения или вечер. То есть абсолютно разные в магазине, разные ситуации, которые ты должен отговорить. И как ты себя бы повел в этой ситуации, чтобы ты сказал на немецком. Очень важно было уметь задавать вопросы на немецком. Вот. Все это четыре задания по курсу А1, по экзамену, который называется Start Deutsch. Вот. Как мы занимались? Мы занимались в основном вот по этим двум книгам. Несмотря на то, что это уже идет, смотрите, А1+. Очень классная книга. Мы ее покупали здесь еще, по-моему, прошлой осенью. Не прошлой осенью, а зимой в этом году, в начале года. Она очень классная. Здесь разделено все на капитали, такие уроки разные. Здесь есть все. Здесь и практические задания, и все правила, и таблицы, и картинки. В общем, абсолютно все. Покупали ее где-то за 20 евро, уже точно не помню. Здесь есть еще, кстати, такая книжечка внутри с ответами на все практические задания. Здесь тесты тоже есть. В общем, очень хорошая книга. Я, кстати, до экзамена даже не успела ее всю пройти. Я дошла где-то, наверное, до половины. И переключилась на другую книгу, тоже очень хорошая. Она больше идет такая, смотрите, тоже старт-дочь называется. Она идет больше такая практическая. Здесь очень много таких заданий. Они идут по темам, что самое важное. То есть, начинается с темы там, кто я такой, откуда приехал. То есть, можно представиться. Здесь обязательно есть слова немецких слов. И дальше идет все по темам. Там, моя семья, например. Я в магазине. Там абсолютно все названия фруктов, овощей. Там, покупок, цена и так далее. Ну, в общем, ее тоже, кстати, я не дошла до конца. По ней дальше я продолжаю, в принципе, сейчас заниматься. Потому что мы планируем все-таки... Я планирую пойти на курс B1 потом дальше. Но скажу вам для того, чтобы хоть немножечко ориентироваться здесь, в немецком обществе, в магазинах. Еще где-то, не только в магазинах. Там, в любом месте, в поликлинике, в автобусе. Курс А1 очень хороший. По крайней мере, после того, как я позанималась, я сдала экзамен. Я могу спокойно пойти одна в магазин, абсолютно все купить. Сказать, что мне нужно поговорить с человеком на обычном немецком языке. Поэтому, конечно, учиться никогда не поздно. И дальше обязательно нужно продолжать. Уже где-то с февраля у нас, по-моему, в школе есть вот курс А1, B1. Конечно, я уже хочу пойти на курсы, походить на них. Не просто дома самой заниматься, там издавать. Это все-таки сложнее. Тем более, уже курсы следующие идут более сложные. Там B1, C1 и так далее. Поэтому, то, что я сдала А1, конечно, в чужой стране уже считаю по такой победой маленькой. За две недели, конечно, подготовиться и сдать, это многого стоит. Так что, вот так. Кто меня спрашивал, очень многие спрашивали по поводу этого, как я здесь адаптируюсь в плане языка. Вот так я адаптируюсь. То есть немецкий я никогда не учила. Учила только английский в школе, потом в университете. В принципе, знаю русский, украинский, болгарский. Здесь, кстати, болгар очень много. Но в основном все, конечно, на немецком разговаривают. И немецкий был очень нужен, хотя бы базовый, для начала. В общем, в принципе, наверное, все. Результаты мы ждали, вот 20 ноября я сдала. И результаты пришли где-то через две с половиной недели. Мне позвонили, сказали, можете прийти забрать ваш сертификат. Вы сдали. Сегодня мы сходили, его заправили. И вот он как бы есть, с печатями. Со всем здесь все расписано. Прямо все баллы. Какие-то баллы набрал в каждой части экзамена. Сколько всего вышло баллов. В общем, все, что нужно. Если у вас остались какие-то вопросы после этого видео, обязательно пишите, спрашивайте в комментариях под видео. У меня есть мой инстаграм, еще там в ютубе указан. Можете писать туда, я везде увижу. Обязательно вам помогу. Знаю, что очень многие сейчас приезжают в Германию. Сдавать курс А1 в Украине, это, конечно, чуть-чуть может быть легче в институте Гето. Это института, что там очень сложная программа. Все-таки ты там можешь с кем-то пообщаться, хотя бы на своем родном языке. Здесь же в школу Капита мы пришли, и все разговаривают на немецком. И экзаменаторы, и коллеги, которые твои сдают экзамены, все остальные, и секретариатик. Поэтому это намного сложнее. Но это, с одной стороны, лучше, потому что ты сразу внедряешься в немецкоговорящую среду. И это очень важно.